Здравствуйте! В эфире программа «Семь минут». В гостях у меня сегодня Юлия Павлова, начальника административно-кадрового управления Ринвестбанка. Юля, здравствуйте! Добрый день! Ну и первый вопрос у меня такой. Ринвестбанк позиционируется как банка близкий клиенту. Это очень хорошо. Расскажите об этом. Всем людям важна обратная связь. И мы прикладываем максимальные усилия именно для того, чтобы наши клиенты, они прежде всего приходили не в официальное учреждение с вывеской банка, а приходили к старому доброму знакомому, где всегда расскажут последние тенденции финансового рынка, проконсультируют по любым финансовым вопросам, помогут распорядиться правильно своими денежными средствами. Мы пытаемся сделать максимально комфортными и домашними наши офисы. И в них всегда уютно и удобно нашим клиентам. И расскажите подробнее о подходе банка как к служиванию клиентов. Мы следуем последним тенденциям финансового рынка, когда сотрудники банка это не просто продавцы продуктов и услуг. Это финансовые помощники, которые консультируют по любым финансовым вопросам. Клиенты сегодня все чаще предъявляют повышенные требования именно к уровню обслуживания. И обращают внимание не столько на условия по продуктам, сколько на то, насколько банк оперативно решает их задачи. И для нас, естественно, приоритетным остается поддержание на очень высоком уровне именно нашего уровня сервиса. Ну вот ценные сотрудники, хорошие сотрудники, это всегда ценно, скажем так, да? Как вот прибегаете к мотивации сотрудников и насколько часто это делаете? Безусловно, в банке действует и система мотивации, и система поощрения сотрудников. Мы поощряем разумную инициативу, высокие достижения в труде. Но, на мой взгляд, все-таки очень важно правильно подобрать персонал в начале построения твоей команды. Персонал с хорошей внутренней, сильной мотивацией. И в Ринвестбанке работает именно такая команда единомышленников, которая неравнодушна прежде всего к своему делу. А вот как быть с корпоративной культурой, если она в Ринвестбанке? На самом деле в банке действует целостная система единых корпоративных стандартов и единых корпоративных ценностей. Они служат для работника неким ориентиром в их ежедневной работе и помогают нам реализовывать нашу стратегию. Конечно же, главной ценностью нашего банка является доверие клиентов. И мы стараемся не просто удовлетворить все потребности клиентов, мы стараемся быть выше всех их ожиданий. Прекрасно понимаем, что доверие клиентов, оно прежде всего складывается еще из единой работы всех наших, всего нашего персонала, от того, насколько слаженно работают все от операциониста до председателя правления. Отличный результат, он может достигаться только если объединяются усилия многих людей. И именно поэтому мы бережем нашу команду профессионалов, которую собирали долгие годы в нашем банке. Работа в банке, она интересна и престижна, да? Вот что бы вы посоветовали людям, которые, может быть, хотят начать карьеру банковского работника? Ну, наверное, мой совет, он будет не только для тех, кто строит карьеру в банке. Он будет для всех, кто пытается чего-то добиться в любой организации, в любом учреждении. Прежде всего, помимо хорошего образования, важны здоровые амбиции. Но не те амбиции, которые позволяют быть выше ситуации, не прислушиваться к мнению других людей, не замечать свои недостатки, а те амбиции, которые позволяют двигаться вперед, позволяют развиваться вам как профессионалу. И прежде всего молодому специалисту я бы посоветовала ставить перед собой цель именно стать профессионалом своего дела. И, двигаясь к этой цели, хвататься за любые знания, которые добавляют хоть копейку в копилку ваших знаний. Ринвестбанк создан 20 лет назад при поддержке администрации области и крупнейших предприятий Рязани. Как планируется отмечание праздника и планируется ли? Конечно, юбилей принято отмечать с размахом. Но есть такая прописная истина, что отдавать гораздо приятнее, чем получать. Особенно, если ты отдаешь тем, кто действительно в этом нуждается. Так сложилось, что банк уже много лет оказывает поддержку и помощь особым детям. И детям, которые воспитываются, обучаются иногда и проживают в специализированных учебных заведениях. Не нарушаем мы эту традицию и в год своего юбилея. Поэтому 7 июля в картинной галереи Виктора Иванова и Земля Рязанская состоится благотворительный вечер в помощь трем специализированным детским учреждениям. Это школа-интернат номер 2, специальная коррекционная школа для слабослышащих детей номер 18 и детский сад номер 110 с детьми с группами компенсационной направленности. В данном начинании нас активно поддержали наши клиенты, представители СМИ. В столь благородном деле нас поддержал наш генеральный информационный партнер, это союз рязанского бизнеса. И более того, отмечу, что поддержку нам оказали и правительство Рязанской области, и администрация города Рязани. Ну что ж, Рим Вестбанк с юбилеем, процветание, развитие. Ну и, конечно же, Юль, вам спасибо огромное, что пришли и рассказали много интересного. Вам спасибо за поздравления. А нашим телезрителям напомню, в гостях у меня сегодня была Юлия Павлова, начальник административно-кадрового управления Ринвестбанка. Программа «7 минут». Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова